И вот мы пришли в этот радостный до-мажор. Понимаешь, вот эта музыка, она же живая. Это как будто ты нотками рассказываешь историю. Как раскрыть перед слушателем эту историю, рассказанную композитором? Как с помощью всего семи нот передать самые тонкие оттенки чувств? И как найти баланс между техникой и эмоциональностью исполнения? Об этом и многих других аспектах воспитания юных пианистов шла речь на мастер-классах в детской школе искусств. Два дня зареченские педагоги и их воспитанники постигали тонкости мастерства под руководством декана факультета фортепиано, заведующей кафедрой специального фортепиано Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства при Московской консерватории, солистке Москонцерта, лауреата всероссийских и международных конкурсов Натальи Богдановой. Для преподавателей, для ребят это огромная-огромная школа, потому что есть возможность прочистить уши, как у музыкантов говорится, посмотреть еще раз на те произведения, которые мы играем, и, может быть, даже принять ту же информацию, которую мы с каждым день прорабатываем, работаем только другими словами. И практика показывает, что после таких приездов у ребят появляется еще один стимул для занятия, у них действительно появляется второе дыхание, могу сказать точно, и у преподавателей, и у самих наших ребят-пианистов. Работая индивидуально с каждым юным музыкантом, Наталья Викторовна отмечала его сильные стороны, подсказывала, над чем стоит потрудиться, обращала внимание педагогов на важность развития у детей как техники исполнения, так и умение понимать смысл музыкального произведения и желание постигать мир музыки. В первую очередь я хочу вдохновить и посоветовать и родителям, и педагогам, и, конечно же, деткам любить музыку как прекрасное искусство, которое позволит им жить совершенно на другом уровне, переживать свои эмоции, выражать свои эмоции, которая, может быть, не для всех станет профессией, но для подавляющего большинства может стать вот этой отдушиной, вот этим любимым делом. Музыку надо любить в первую очередь, а если мы будем любить это искусство, мы всегда найдем время, усердие и терпение заниматься им серьезно. Мастер-классы в Зареченской детской школе искусств состоялись в рамках программы «Территория культуры Росатома» и стали продолжением большой работы по поддержке юных пианистов закрытого города. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».